Да, действительно, военный комиссариат завершил мероприятие сверки учетных данных. На сегодняшний день сверено более 96%. Если конкретно по району, то Наравлянский район 99%, Яльский район порядка 97% и Мозыский район 96%. Но с этой категорией граждан мы еще работу не завершили. Те, которых мы не разыскали, мы проводим мероприятие по розыску, уточнение у них учетных данных, еще и сегодня. Вносим эти данные в воинские учетные документы, дабы привести в соответствие. Мы планируем в ближайшем времени завершить эти мероприятия, чтобы мы сверили каждого гражданина, который у нас учтен на нашей административной территории, разыскать, чтобы не было у нас неучтенных таких граждан. Мобилизационные предписания – это документ, который определяет, отношение гражданина к, он приписывается, гражданин к воинской части на основании полученной им воинской учетной специальности в период прохождения военной службы. Ну, к примеру, пошел солдат в срочную службу, прослужил там стрелком или водителем, он учитывается у нас по увольнению в запас, по определенной воинской учетной специальности. Соответственно, в воинских частях есть потребность на военное время в определенных воинских учетных специальностях. На основании этой специальности мы закрепляем этого гражданина, этого воина обязанного, за этой воинской частью на основании учетной специальности. И уже при необходимости, когда там наступает, мы его призываем на конкретную должность, в конкретную воинскую часть. К примеру, надо водитель автомобиля с соответствующей подготовкой, водитель автобуса или водитель какого-то многоосного сидельного тягача, значит все пойдет человек с соответствующей подготовкой, он будет призван. А вот этот красненький листочек, который мы вклеиваем в военный билет, это документ, на основании которого мы его принимаем и он нам помогает при оформлении его через пункт предварительного сбора военобязанных и потом в воинских частях на пункте предварительного сбора личного состава.